TripMyDream. Найдём дешёвые авиабилеты в любую точку мира. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ, ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ. С вами знаем о такой стране, как Перу. Но вот, если честно, чтобы мне ответить, я знаю, что здесь какое-то чудесное место, которое называется Мачу-Пикчу. Здесь жили индейцы инки. Сюда прилетают на какой-то обряд ауяски, чего-то кушают, потом типа просветляются. Это страна не Третьего мира, но не очень богатая. Эта страна находится где-то на краю света в Южной Америке, на берегу частично Тихого океана. И они очень похожи на индейцев, потому что, в принципе, они и есть индейцы. А ещё здесь красиво поют птицы. Всё. Это буквально всё, что я знаю. Скорее всего, вы знаете о Перу. А, ну да, вы знаете, что здесь ещё, наверное, невероятная природа, которую я ещё, честно говоря, не видел. И вот с этого момента у нас с вами начинается большое путешествие как минимум на 2, а возможно на 4 серии по всему Перу. Мы взяли шикарнейшего проводника, Сашу, который будет практически 2 недели нас на автомобиле возить по Перу. Будет прям очень интересно. И сегодня мы начинаем со столицы Перу, города Лима. Погнали. Ребята, мы с вами едем по городу. Сегодня воскресенье, и автомобилей очень мало. Вчера была суббота, открытие каких-то было панамериканских, не знаю, игр, олимпиады, что ли. Ну, понятно, часть города была перекрыта, и движение было сумасшедшее. Вообще они водят реально, как в Индии. Прямо 100% как в Индии, потому что правил никто не соблюдает. При этом аварии я, если честно, не встретил. Саша нас везет в историческую часть города, где познакомят с Лимой. Ребята, привет. Мы когда ехали, ты попросил особо камеру из окна не вытаскивать, не снимать, не показывать, что она есть, вплоть до того, что могут подойти, разбить стекло и забрать камеру. Здесь так небезопасно, что ли? В Лиме очень небезопасно. Есть буквально, наверное, пара городов, где в самом деле есть районные сильно небезопасные. Ну и все-таки нужно соблюдать правила поведения. Такие вот вещи, как закрытые окна. Как не вытаскивать камеру из окна, потому что могут подскочить, выхватить камеру, выхватить телефон, даже разбить стекло. Вот. И, в принципе, даже с применением оружия. Лима, в принципе, никто даже не знает, откуда это имя произошло. В переводе с испанского Лима это напильник. Вот. Но именно Лима, как город, если взять, что здесь протекала река Римак, и была империя Лима-Римак, не исключено, что именно из-за разности в языке получилось имя Лима. Также никто не знает, как называлось, почему образовалось слово Перу. Якобы, когда испанцы высаживались, они захватили в одного индейца, и когда спросили, как его зовут или как это место называется, он говорил слово Беру, Перу. И так появилось слово Перу, которое превратилось потом в название страны. Отсюда начиналась испанская корона. То есть Франциско Писаро, захватив Куско, это столицу империи Тюансу, империи инков, после этого спускается вниз и закладывает здесь город, который потом стал столицей не только этого государства, столицы всего континента. То есть город королей. Отсюда началась испанская корона. Самый помпезный город на континенте длительное время. Потом, когда уже появились такие города, как Кито, как Буэнос-Айрес, Лима стала сдавать свои позиции. В принципе, это один из самых таких красивых городов испанской архитектуры. Саш, скажи, люди тащат тережку за тобой сразу. Это местные предные люди, либо это кто? Это местные люди, которые собирают, собирают мусор. Здесь мусор выкидывается, такие бедные люди разбирают мусорные кучи и начинают сортировать бумагу туда, пластик туда, железо туда. То есть здесь практически все используется до самого последнего момента. Например, ты выбрасываешь диван, который тебе уже не нужен. Но есть люди, которые его подберут и несколько лет им попользуются. Когда и для них он уже будет не нужен. Вот есть более бедные люди, которые дальше будут использовать этот диван. Поэтому здесь расслоение населения колоссальнейшее. От очень сильно богатых до бедных. Ты даже не можешь представить, насколько они бедные. На сегодняшний день сколько человек живет в столице Перу? Где-то в районе 11-11 миллионов человек. Продолжение следует... Мы сейчас находимся на площади Сан-Мартин. Перед нами Хосе Сан-Мартин. Это первый президент Перу. Отсюда начиналась история независимого государства. В начале первой, точнее, половине 19 века армия Симона Боливера, практически освободив всю Латинскую Америку, оставалась только оплот. Оплот испанской короны. Это Перу. В принципе, отсюда начиналось... С этого города начиналось испанское завоевание. То есть Лима это город королей. В 1528 году, когда Франциско Писаро высаживается третий раз в районе современного Тумбиса, начинается испанская конкиста, которая продолжалась до начала 19 века. И, как я уже сказал, армия Симона Боливера, освободив всю Латинскую Америку, оставалась только оплот. И короны это Перу. Перу на тот момент это было более большое государство. Это современная Боливия. И Перу это одно государство. Так и называлось Верхнее Перу и Нижнее Перу. Хосе Сан-Мартин высаживается со своей группой недалеко от Лимы и выбивает испанцев. Он продержался один год. После этого испанцы, испанцы вернулись. И уже в 1824 году генерал Сукры, это генерал армии Симона Боливера, окончательно выбивает испанцев. И с этого года это четвертый этап истории Перу. Это независимое государство. Местные забыли все, что испанцы вытворяли с ними. То есть грабили, грабили. То есть ограбили все, что можно ограбить. То есть использовали местное население как рабов. Но это было совсем давно. Но самые плохие люди на континенте это чилийцы. Так вот, по стечению обстоятельств этот парень оказывается чилийцем. Он родился в Аргентине, но он чилийц. Так вот, чилийц был первым президентом Перу. В конце 19 века была такая провинция Антофагаста. И там чилийцы испокон веков добывали селитру. Селитра это неорганическое удобрение. И также использовалось для изготовления взрывчатых веществ. То есть они добывали. Боливия и сейчас не очень богатая страна с достаточно такой развивающейся экономикой. То есть она, наверное, из самых бедных стран Латинской Америки. А на те времена была очень бедная страна. И они решили, что давай то, что есть у нас, мы будем добывать сами. Но у чилийцев есть контракт. Они говорят, ребята, вложенные деньги, контракты. Вы не можете так с нами поступать. Боливийцы ничего умного не придумали. Просто подогнали армию и отодвинули шахтеров. В применении армии против мирного населения Чили мгновенно объявляет войну. Это был конец 19 века. И начинается Тихоокеанская война. А за год до этого Перу сократила свою армию в 40 тысяч до 4 тысяч человек. И заключила пакт сотрудничества с Боливией. Если что-то случится, то друзья помогут. Это произошло ровно через год. Поэтому боливийцы говорят, ребята, помогайте. Поэтому Перу и Боливия против чилийцев. 4 года военных действий. Война была проиграна. И Боливия, и Перу. Чилийцы практически захватили Перу. Лиму нет. Захватили Кахамарку, захватили Арекипу, разграбили Арекипу. Потом все-таки сели за стол переговоров, договорились. Но за Чили осталась провинция Антофагаста. Это огромная территория. Это выход к морю. Боливия до сих пор очень сильно расстроена этим фактором, что у нее нет выхода к морю. А Перу решилась порта Арики. Один из стратегических портов. У Чили очень длинная береговая линия, но мало портов. И Порто-Рик – это был острый стратегический момент. Поэтому это сейчас Чилийский порт, которым пользуются и чилийцы как хозяева, и перуанцы, и боливийцы. И это произошло 100 лет назад. И после этого опять же были какие-то конфликты с чилийцами. Поэтому чилийцы – это самые плохие люди на континенте. Никто их соседи не любят. Ни перуанцы, ни боливийцы, ни аргентинцы. Но это при этом страна с самой сильной экономикой. В 68-м году к власти приходят военные, но они тоже были заражены социдеями. И они сделали аграрную революцию и раздали много недвижимости, земель, то, что было у богатых людей, бедным людям. Так называемое бедноте. И получилось очень плохо. Как получилось плохо в России, то же самое плохое получилось в Перу. Например, в этих зданиях было, например, 3 семьи, а потом стало жить 30 семей. То есть с большим количеством детей, естественно, ноль образования. И эти здания сейчас какие-то приведены в нормальное состояние, типа вот этих. Потому что они уже выкуплены, как правило, здесь бизнесы. Но если дойти несколько кварталов, в таком состоянии будет практически весь центр Лимы. Почему? Потому что, например, здание сгорело. Там сейчас 15 хозяев. И это здание никто не может отремонтировать, потому что нет денег. Саш, здесь часто землетрясения бывают? Землетрясения катастрофические бывают раз примерно в 100 лет. Катастрофические, когда разрушаются там большие, разрушались большие города, здания. И потряхивают постоянно. Практически раз примерно в месяц бывают какие-то небольшие толчки, которые ощущаются. То есть, поэтому понятно, что сейчас здания современные, строятся по современным технологиям, они могут выдержать. А старинные здания, старинные церкви, старинные здания разрушаются. Кто занимался застройкой города? Почему такие, я бы сказал, ужасные с точки зрения архитектуры дома? Не здесь, где мы находимся сейчас, в исторической части города. В принципе, по всему городу мы ехали с аэропорта, и это просто жесть. Смотри, они потому что ужасные. Они неплохие дома. Просто они внешне, они не оштукатурены и не покрашены. Поэтому они смотрятся ужасно. На самом деле нормальные дома, сейсмоустойчивые. Но люди не хотят вкладывать деньги во внешнее. То есть, когда ты зайдешь во внутрь дома, там плазма 60-инч будет стоять. Но внешнее, это как не оштукатуренный дом. Плюс ко всему здесь серьезная проблема. Даже это не проблема. В Лиме не бывает дождей. Никогда. Вот есть такая морозь, типа такой морози, так называемый дождь. Но это даже не дождь. Поэтому крышу делать не надо. Опять же, если ты сделал крышу, нужно платить налоги. Поэтому вот эта торчащая арматура, не оштукатуренные дома дают такую неприглядную картинку этому городу. Как в целом с экономикой в Перу? Это очень слабая экономика, правильно? Знаешь, не слабая экономика. Она очень специфична. Она, наверное, отличается от других стран. Потому что здесь, здесь очень много именно денег крутится в частных руках. Любой человек, например, ты можешь спокойно купить кусок земли, например, и добывать, добывать какие-то ископаемые. Не в золото. Когда, например, я просто геофизик по образованию, геолог. И когда я этими делами занимался и звонил своим друзьям, в самом деле, я продавал там золото, я продавал участки, золоторудные участки. Ну, как продавал? Я был как посредник, да? Например, в других государствах это невозможно. Здесь это нормальное явление. Ты просто берешь и занимаешься добычей, это твое. Поэтому государство как бы что-то, что-то контролирует, а что-то, что-то просто в руках частных лиц. Но какие основные статьи дохода? Как раз горная промышленность. Перу очень много добывает полезных ископаемых, в частности, меди. Вторая, это одна из больших таких статей дохода. Потом Перу экспортирует огромное количество рыбной муки. У нас большая береговая линия и много рыбы. Перу добывает. Сейчас это как бы корм для животных, для птиц. И поэтому, так как сейчас выращивается все очень на больших скоростях, поэтому белковые корма рыбные имеют большую ценность. Поэтому Перу экспортирует туризм, имеет определенный такой процент в экономике Перу. Сельское хозяйство очень много. Перу экспортирует овощей и фруктов, экзотических фруктов в разные страны. Переидущая группа, это ребята с Венгландии. В Венесуэлы. В Венесуэле сейчас серьезнейшие проблемы, очень сильно серьезнейшие. И не знаю, когда у них начнется голодомор, но, я думаю, это уже достаточно скоро произойдет. И, я думаю, сейчас в Перу находится как минимум уже миллион венесуэльцев. У нас вчера на массаже был парень, администратор, массажем в салоне. Он сказал, что уже 5 миллионов точно выехало из Венесуэлы. Выехало из Венесуэли. Но, я думаю, в Перу вас село как минимум миллион. То есть, сначала исчислялось десятками тысяч, а потом сотнями тысяч. Сейчас, наверное, измеряется уже, наверное, миллионами. А как ты понял, что они из Венесуэлы? У них какие-то особенности в фигуре? Форма, особенно у женщин. Так сказать, форма карибского тела. Это может быть приталенный вверх и потом сильно расчиряющийся низ. Вот большие-большие-большие бедра, накачанные силиконом. Это как в раз венесуэльские девушки. Что это? Венесуэль. Коллекцию. В нашу лучшую карму и взял деньги, помогал человеку семью прокормить. Да? Да, ты можешь без денег просто... Эти деньги, это венесуэльские деньги, которые не имеют никакой цены. То есть, они вот эту, кучу этих монет... Санж, что это он нам продает вообще? Он не продает. Он их отдает? Это венесуэлец. Это венесуэлец. Так как венесуэльские деньги вообще не имеют сейчас цены, то есть, там жуткая инфляция, вот эту кучу денег, вот эту кучу денег... Я тому парню дал ему 10 солей. 10 солей это 3 доллара. То есть, эти деньги сейчас не имеют совсем никакой цены. То есть, что он предлагает? Он предлагает вот эту кучу денег за какую-то монетку, которую, если хочешь, можешь дать. А зачем они нужны? Вот. Низачем. Для коллекции. Поможешь этому парню прокормить семью. Да и все. А ты купил, помог? Купил. На 3 доллара. Мы люди, которые верят в себя и во все. Саша сказал, что политику и религию затрагивать не будем. Мы, в принципе, тоже сами политику и религию не затрагиваем. Потому что все, что политика и религия... Да, Саша и Юля, это то, что нами управляет, и вообще считаю, что это все матрица и все. Короче, за сколько? 3 доллара? За 2,5 доллара? За 3 доллара ты купил... За 3 доллара я купил все венесуэльские деньги. Все венесуэльские деньги, которые в принципе не стоят больше вообще ничего. Вы знаете, мы, когда еще не доехали до центра, исторического центра города, то у меня впечатление о Лиме складывалось какое-то ужасное. Еще и смог здесь стоит почему-то. И как-то так все грязно, и небезопасно, и убито. И люди не особо видно, что счастливы, такое ощущение. А сейчас гуляем по историческому центру, и очень симпатично. Саша, скажи, пожалуйста, люди вообще счастливые здесь в Лиме или нет? А знаешь, здесь люди не то, что они счастливые и несчастные. Люди нормальные, они везде одинаковые. Знаешь, чем отличаются люди? Они здесь в расслабленном состоянии. Главное, сильно не напрягаться. И когда меня спрашивают, средняя продолжительность жизни, она высокая? Сколько? Думаю, лет 80 они живут. Они стареют достаточно рано. Например, лет к 40 ты уже не можешь определить возраст. А потом они живут долго. Почему? Почему они не напрягаются? Нервная система в нормальном состоянии. Здесь криминогенная обстановка хорошая. То есть, она присутствует. Хорошая, если она есть. Если тебя грабят, я сразу предупреждаю всех туристов, не сопротивляйся. Если ты не умеешь размахивать руками, отдай и все. Потому что ничего личного. Заберут кошелек, не будут ни насиловать, ни отбивать органы и так далее. Забрали и ушли. Такой добрый. Тебя били здесь? Нет, меня не били здесь. И кошелек у меня не забирали. Но телефоны несколько раз подрезали. Если в Перу еда на улице, то это нормально все. А спроси у них, они бесплатно сегодня кормят? Нет, они продают. Мамалыга сделана из кукурузы. Называется тамаль. Вот. Стоит 1 доллар, 3 соля. Внутри маленький-маленький кусочек курицы и сыра. TripMyDream. Найдем дешевые авиабилеты в любую точку мира. Саша привел нас в местную аптеку. Сказал, что нужно купить какое-то лекарство от гипоксии. Это когда тебе высоко в горах не хватает кислорода. Скажу честно, я особо высоко в горы никогда не поднимался. Не знаю, как буду себя там чувствовать. Юля тоже. Поэтому мы что-то покупаем. У него еще в машине есть кислород. Через 3 или 4 дня мы начнем быть постоянно в горах и будем много путешествовать именно по природе. Кстати, ребят, если вы поняли, то будет точно не одна серия Перу, а я думаю, что реально много. А также Саша сказал взять крем от загара, причем надо брать сотку, потому что солнце будет очень активно и, возможно, мы даже сгорим. Это учитывая, что здесь, в Перу, сейчас зима, и температура... Я хожу в курточке, либо в каком-то худи, но вечером так более-менее прохладно. Слушай, сейчас же зима, да, Саш? Смотри, у нас зима. У нас сейчас зима. Поэтому что такое зима здесь? Это вот посмотрел на небо, нет солнца. Это значит зима. Есть солнце, значит лето. Потому что сейчас зима. Ну, как бы так холодно, как сейчас. Это только в Лиме. Мы сейчас отъедем километров 100 от Лимы, и будет уже тепло. Опять же, днем будет тепло, вечером будет немножко прохладно. Поэтому такой курточки для зимы перуанской достаточно. Да, но официально сейчас, когда, допустим, у меня в Киеве лето, и сейчас у нас конец июля, то здесь зима, а январь, февраль, то здесь лето. Летом какая температура, какой климат? Смотри, здесь не бывает слишком жарко. Опять же, на побережье это у нас где-то, наверное, 30 градусов. В горах чуть-чуть поменьше, 35, может быть, какие-то дни. В общем, Саша сам не ест таблетки, но говорит, что медикаменты здесь хорошие. Ребята, куда бы вы не путешествовали, лучше всего с собой брать аптечку. Это раз. А второе, покупать страховку. И третье, если вы путешествуете и хотите делать это действительно выгодно, всегда начинайте свое путешествие на TripMyDream. Мы сделали все для вас, чтобы ваше путешествие было комфортно. Мы вам помогаем, пишем для вас материалы, мы помогаем вам находить выгодные авиабилеты, сравнивая все предложения от всех авиакомпаний, от основных онлайн-продавцов. Сделали для вас много инструментов для того, чтобы вы не пропустили самые лучшие цены. Можете очень просто зайти на TripMyDream. Либо выбрать весь мир, куда угодно. Выбрать себе это направление, куда вы хотите с самыми классными скидками. Либо попробуйте сервис TripMyDream, это когда вы просто заходите, говорите, я хочу посетить 3, 4, 5 городов. И мы вам сами автоматом подбираем комбинации, как можно посетить эти 3, 4, 5 городов по Европе, скоро будет по всему миру за очень-очень-очень выгодные деньги, реально выгодные. Также, если вы хотите не пропустить выгодную цену, действительно выгодную цену, то просто подпишитесь на уведомления об изменении цены. И мы сами вам на почту, и скоро в Telegram-боте, в Facebook-боте и в приложении, которое делаем. Возможно, когда видео выйдет, уже будет приложение. Мы вас будем уведомлять о том, что цена упала. Срочно бегите, покупайте, не пропустите классные цены. В общем, друзья, инвестируйте свое время, деньги, эмоции, путешествия. Всегда находите выгодные авиабилеты и начинайте свои путешествия на TripMyDream. Ну, а мы идем дальше, знакомиться с Лимой, а потом еще хватит поедем по Перу. Вот так. Гуляем по улице на главную площадь, там, где Президентский дворец, пока вход закрыт. Что-то продают вкусное. Что-то такое, Саш, что-то продают? Черемоя. Черемоя? Да. Смотрите, сейчас попробуем. Очень вкусно. Очень вкусно. Блин. Единственное, что она очень мягкая. А можно семечко кушать? Нет. Семечко укриваешь? А как ее есть? Он не может это сделать, там, кусочками, или нет? Как ее купить? Боже, это, это смесь манго. С мангустином. С мангустином. Я хочу эту штуку поесть. Ребята, это очень вкусный фрукт. Смотрите, вот этот вот фрукт стоит 15 солей. Соле, правильно? Солей. Солейс. Солейс. Солейс, правильно, солейс. 15. 15 солейс – это 5 долларов. Вот такой вот фрукт стоит. Я сейчас им точно наемся. Местная валюта – это солейс, правильно? Солейс. Что она значит? Соль – это солнце. Новый соль, новое солнце. Новый соль, новое солнце, так и называется валюта? Да. Новое солнце. Чем полезен этот фрукт вообще? Последнее время, кстати, по изысканию показываю, что именно вот здесь есть черемоя, а есть гуанамана, похожий очень фрукт. Это очень хорошая профилактика эсофирака. Новый соль, новое солнце. Можно играть для меня? Да. Спасибо, мой друг. Спасибо. Спасибо. Карина называется этот инструмент музыкальный. Стоит всего лишь 20 солей. И это музыка моего детства. И у меня аж мурашки по телу. Блин, мне так нравится. Я себе мечтаю купить хэнк. Обязательно куплю себе хэнк. И вот себе купил вот такую штуку. Ближайшие 2 недели путешествия по Перу буду учиться играть на этом музыкальном инструменте. Да. Ребята, мы стали в очереди за каким-то национальным блюдом, сладостью, который называется чурос. Саш, что такое чурос? Чурос это такие кусочки теста. Такие длинные штуки, которые внутри, в которых внутри находится сгущенка. Кстати, чуро на сленге, чуро это красавчик. Красавчик? Молоденькие девочки говорят... Чуро? Ке-чуро. Ке-чуро. Ке-чуро? Да. Ке-чуро. Ке-чуро. Какой, какой красавчик. А чурос это как раз местная сладость. Небольшой магазинчик натуральных продуктов. Мы их по пути увидим много. И тут как раз есть какие-то растения и травки, которым славится Перу. Например, у нас есть мака черная и мака красная. Мака это такая... Мака Мария. Есть также оранжевая. То есть такая небольшая репка. Ее перетирают и добавляешь в какую-то еду. Очень хорошо, например, не черная для мужских боевых качеств, для выработки тестостерона и так далее. А женская наоборот, для женского организма, для здоровья женщин. Поэтому здесь, когда делаются всякие там утренние коктейльчики, какие-то кашки, народ добавляет. Это нормальное, нормальное явление. Есть в порошке, есть в капсулах. Вот это. Вот это. Вот это. Вот это. Сахарный тростник Перед нами сахарный тростник. Мужик чистит, рубит такими пятаками и можно попробовать. Если там высасываешь, очень сладкая штуковина. В Южной Америке хорошо прижившаяся культура. Поэтому с самого начала, когда Колумб захватил, открыв Кубу, там стали выращивать сахарный тростник, а потом эта культура состранилась на весь континент. Очень хороший климат и сахар в Европу. Сначала же был мед, а потом быстро заменился сахаром, потому что в Южной Америке стали выращивать большое количество сахарного тростника. Так, ребят, это у нас писко, виноградная водка. В разных странах называется по-разному. Где-то Грапа, где-то Чича. Как в Грузии, это виноградная водка. То есть, 40-градусный напиток делается... Делается 300 километров от Лимы на север. У нас в север от города Ика, Писко, Канетто. Это родина этого напитка. В зависимости от сорта винограда есть, например, сорт Италия. Сорт Италия это сорт винограда. То есть, вкус этого сорта винограда. Есть сорт Кебранта. В зависимости от сорта винограда вкус писка. Из писка делается несколько напитков. Самый распространен напиток, это пискосаур. Пискосаур, это писько, лимонный сок, яичный белок, тростниковый сахар взбивается. Вот три. Три стаканчика, и ты заговоришь на испанском без акцента. Три по 200? Три по... Три по 200. Но ты пьешь, ты пьешь, ты даже не чувствуешь, что это алкоголь. Как будто такой, знаешь, как квас, такой охладительный напиток. Чувствуешь, что есть алкоголь, но не чувствуется алкоголь совсем. Пьянешь мгновенно. Вообще местное население много пьет или нет? Не очень много пьет. В принципе, как бы, смотри, красная раса, у них не очень хорошее восприятие алкоголя. Поэтому пьянеют быстро. И основной напиток даже не писко, а основной напиток, который пьет молодежь, да и взрослое сейчас население в современном Перу, это больше пиво. Здесь, кстати, очень-очень много сортов пива и очень вкусное пиво. По поводу сортов писко. Разные сорта. И, в принципе, каждый турист, который уезжает из Перу, если взять себе в бар, очень хорошая такая бутылка Писко Партон. Очень рекламированная марка. Красивая, красивая бутылка с окошком, там, например, Machu Picchu. Грубо говоря, там за 25 баксов берешь такую бутылку, ставишь себе в бар. Здравствуйте! Стой!! Поехали! Всем привет! Субтитры сделал DimaTorzok Que somos amantes los que a escondida en una caricia se entregan la vida Que somos amantes con otro destino y el mañana incierto de nuestro camino Que somos amantes les lo damos todos a la luz del alba y en una hasta pronto Que somos amantes y con cuerpo y alma tan solo pedimos un fin de semana Llora guitarra porque eres mi voz de dolor Grita su nombre de nuevo si no te escucho Y diré que aún la quiero que aún espero que vuelva Que si no viene mi amor no tiene consuelo Que solitario sin su cariño me muero Guitarra Tú que interpretas en tu vibral mi quebranto Tú que recibes en tu madero mi llanto Llora conmigo si no la vieras Llora conmigo si no la vieras Volver Llora conmigo si no la vieras Gracias Gracias Austet Austet Вот Смотри, берешь так Это перепелиное яичко Не будешь? Ты же ешь яйца? Не, я не хочу Хочешь? Вот Тут же видишь газовый баллончик Они варят, тут же чистят И за 2 соля, за 3 соля и там 1 доллар Ты наедаешься очень хорошими такими диетическими яичками Слушай, а много разного стритфуда по городу вообще или нет? Очень много Потому что чаще всего они вот так вот на улице продают и кушают На улице, когда вот вечер, они выносят, продают сердечки, такие шашлычки Сердце, сердце быка, разрезанное сердце, ну, коровы На, на, на этом, на, на решетке Основное такое блюдо И кусок картошки, например Вот такая вот, насаживается такой шашлычок, берешь, кушаешь Потом попробуем эмальенты Это такой кисель из киноа Очень вкусный, кстати, хорошо для желудка Вся Южная Америка кушает амаранты, киноа Да? Да Здесь, здесь киноа, как гречка Здесь киноа, наверное, не так распространена, как гречка, но ее используют вовсю Кстати, в Перу, Перу и Боливию очень много выращивают и экспортируют как раз киноа Модный такой сейчас киноа, кевичи Это такой же вид крупы, который сейчас многие страны покупают, потому что очень полезная штука Ну а все, в целом, вся кухня это рыба, правильно? Севиче очень много здесь, это национальное блюдо Смотри, здесь креольская кухня Рыбная кухня, да Рыбная кухня, да, но на побережье Когда мы будем подниматься выше в горы, там уже будет больше мясная кухня Здесь тоже мясная кухня, креольская кухня Здесь используют и свинину, и говядину, и баранину Но когда будете подниматься в горы, там уже больше Там появятся уже мясо ламы, альпаки, и из рыбы будет только форель Саша нас привел посмотреть на какой-то огромнейший мужской монастырь И там очередь стоит или не стоит? Куча людей, они ждут службу или это очередь? Они ждут службу, потому что это мужской монастырь Он действующий, там где-то в районе 20 монахов Раньше было 200, сейчас где-то в районе 20 человек И большая часть музея, монастыря это музей И также действующая церковь Сейчас, сегодня воскресенье, люди ждут службы Что это за надпись сверху над нами? Над нами надпись, это я уважаю женщин Это социальная реклама, которая сейчас по всей Лиме Например, здесь очень сильно практикуется мачи Ну, не практикуется вообще философия, это мачизм, мачо Мачизм, это значит мужское, мужское такое засилие Женщин не сильно уважают, но социальная реклама говорит, что я уважаю женщин Также есть, например, такие плакатики Я несу на улице, я никого не обманываю, я уступаю место на дороге Это, конечно, до сих пор не бывает, но потихоньку, наверное, социальная реклама сработает И люди будут меняться То, что на дороге, это я видел То, чтобы они делали свои маленькие либо крупные дела на улице Увидишь, увидишь Увижу Да Прям вот Не раз Старинная библиотека Здесь собрано больше 20, ну, говорят, 20-25 тысяч книг на различные тематики Не только религиозные, также естественные науки, языки, история на разных языках На испанском, на латыни, на английском и даже на кетчу Кетчу – это язык, на котором говорили инки Который наложили просто на испанский язык Обратите внимание, здесь 4 есть отверстия для света То есть в свое время, когда библиотека была рабочая, сюда могли заходить монахи только в дневное время И работать, ну, читать только в дневное время То есть с открытым огнем заходить было запрещено Перед этим мы посетили зал для церковных встреч, для хоровых встреч То есть там собирались монахи, проводили свои мессы и занимались вопросом религиозной какой-то тематики Когда мы поднимались, был большой купол Большой купол такой в виде разрезанного апельсина со звездами То есть очень похоже на купола мечети То есть как раз влияние, арабское влияние, влияние мавров на историю европейской культуры Мы находимся сейчас в трапезной, в столовой францисканского монастыря В свое время здесь собирались монахи и кушали Вот там в самом начале постамент, где стоял послушник или монах, читал священное писание и монахи кушали В принципе, вот так посмотрим на тайную вечерю глазами Кускинской школы искусств Помните, когда я рассказывал, что когда местные молодые люди, талантливые, отправлялись в Европу Там обучались, возвращались, так возникла Кускинская школа искусств, которая оформляла все церкви в Перу То есть картина сильно отличается от оригинала тем, что помпезный зал, заваленный стол, слуги, какие-то колонны, подсвечники, много прислуги и так далее, и так далее Если так внимательно посмотреть, вот Иисус, Иисус, и второй человек справа, это Иуда Искариот Если посмотришь, видишь, там чертик, который шепчет ему на ухо, за сколько продать учителя Видишь, он немножко так прислушивается, а чертик ему что-то на ухо шепчет Плитка вот по всему собору, монастырю точнее, это сколько ей лет? Она похожа очень на ту, которая часто в Португалии, Азулей же называется Вот это есть эта плитка, она была изготовлена в Испании в 1620 году 40 лет пролежала на каких-то складах И через 40 лет нашла своего заказчика Была доставлена и облицована, облицована здесь Я уверен, что вас так же, как и меня, поразил этот мужской монастырь Он просто огромный, мы обошли, наверное, две трети в лучшем случае Ребята, вот это я залежу, да, вот эта плитка Ей 400 лет, и весь монастырь в этой плитке И вообще все очень, как я иногда говорю, по-богатому Сделано по-богатому Здесь и трапезная, и такая комната, и такая комната, и такая комната Здесь в лучшие времена, времена расцвета жило до 200 монахов, только мужчин Я думаю, в Лиме смотреть нечего Оказывается, есть, что, боже, там еще какой-то зал А это очередь, очередь стоит, чтобы преподнести цветы сегодня День какого-то местного святого Все, пойдем дальше А еще здесь катакомбы, в которых похоронено много монахов, каких-то святых Но мы туда уже тоже не пошли, не сильно интересно Прям шли, прям было видно, череп лежит, кости лежат, еще что-то Это не сильно интересно Мне было интересно там, где живые живут И смотреть, как они живут Фух, нагулялись по центру города Очень красивый город, много эмоций И Саша рассказывает просто сказочно Сейчас поедем куда-нибудь пообедаем И отправимся на машине в другой город И еще, обязательно сейчас еще у Саши спрошу о стоимости жизни в городе О том, чем занимаются местные Сколько стоит жилье Будет, правда, много интересных вопросов Блин, интересно Это у меня прям какая-то экспедиция по Перу Все, Саша, садись Сколько, кстати, паркинг стоил? Мне стоил 3... 7 баксов 7 баксов за сколько часов? За 5 часов За 5 часов 7 долларов Ну все, мы поехали Поехали! 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 Ребята, мы приехали в район, где начиналось видео Называется Мира Флорес Когда Юля готовилась к поездке Она поняла, что безопаснее всего жить Именно здесь, в Мира Флорес Когда мы сюда доехали, я думаю Ну да, наверное, безопасно, но какая-то очень странная, стремная архитектура и, поверьте, здесь все вокруг выглядит не совсем так, как мы с вами были в историческом центре. Расскажи, пожалуйста, о районах чуть-чуть. И мне важно узнать о стоимости жизни, стоимость жилья, аренды, стоимость в Лиме именно. Почему можно купить жилье и вообще сколько нужно здесь денег, чтобы в Лиме жить? Только что мы были в центре, чтобы... В центре еще лет 50 назад это был красивейший район, где мужчины ходили в костюмах, женщины в платьях. А потом случилась аграрная революция. И когда в одном доме жило 3 семей, а потом стало жить 15 семей, богатые просто развернулись и ушли из центра Лимы, просто бросили. То есть, и он превратился в не очень благополучный, грязный район. Те кварталы, которые мы посещали, это хорошие кварталы, потому что вокруг не так все хорошо. И как раз образовались такие районы типа Мирафлорес, Сан-Исидро, Ла-Молина, то есть, куда пришли богатые. В принципе, это как бы достаточно молодой район. Здесь люди жили, но именно чтобы он превратился в элитный район, это произошло не так давно. Поэтому Мирафлорес сейчас оградил себя стеной, ценовой стеной от бедных людей. Здесь все дорого. Здесь жилье дорогое, здесь коммунальные услуги дорогие, здесь еда дорогая, здесь все дорого. Вот эта ценовая стена не дает бедным людям сюда войти. То есть, они сюда приезжают на работу, но именно жизнь здесь достаточно дорого. Поэтому Мирафлорес дорогой район. Сан-Исидро, то есть, хороший спальник, дорогой район. Где-то, скажем так, если вот так вот посмотреть на... Вот, кажется, вот в этом доме, там вот в этом доме живет мой приятель, если я не ошибаюсь, он покупал жилье за что-то в районе... Небольшая такая квартирка, 3 маленьких спальни за... Ну, это было лет 7 назад, где-то за 250 тысяч. Долларов? Да. То есть, я говорю, здесь все измеряется в доллар. В доллар вторая валюта. Вот, как бы, периодически вы можете даже в ресторанах, в магазинах расплачиваться дорогими, долларами. Это без проблем. Понятно, что лучше местная валюта, но в туристических местах или в больших магазинах, ресторанах спокойно идут доллары. Поэтому измерение по жилью, по машинам измеряется в долларах. Сколько нужно денег, чтобы снимать здесь квартиру, не обязательно Мера Флореса вообще? И сколько нужно денег, чтобы жить вообще в Лиме? Опять же, сильно зависит от района. Например, в бедном районе. Все зависит от цены земли. Здесь дорогая земля, поэтому, смотри, Мера Флорес пошел вверх. Так, Лима же размазана, грубо говоря, на 2 этажа по всей своей площади. А Мера Флорес пошел вверх, потому что очень дорогая земля. В Мера Флоресе, ну, где-то, если на семью выходит тысячи 3 долларов, это очень-очень скромно жить. Очень-очень скромно жить, вот, как бы в этих районах. То есть, минимальная зарплата 250 долларов, но есть люди, которые и зарабатывают намного меньше минималки, и кто-то больше минималки. Опять же, в дорогих районах, на семью, если выходит это в районе тысяч 4-5 долларов, это нормально, на семью. Здесь нет обязательного начального и среднего образования. Очень, практически все школы, это частные школы. Есть национальные школы и университеты, но, в основном, это все частное. И, в принципе, совсем не дешево учиться, учиться ребенку. У меня дети ходили в обычную-обычную такую школу, я не сторонник системного образования совсем. Я платил 100 баксов на двоих в месяц. В месяц, в принципе, как бы, если ты понимаешь, что если минималка 250, то 100 баксов это половина минималки. Это самая такая простенькая школа. Есть национальные школы, но их немного. Скажи мне, а как с медициной? С медициной, смотри, с медициной, может быть, она и плохая, но она платная. Бесплатная медицина... Что плохая и платная? Скажем так, она не плохая. Она не плохая, опять, есть разная. Есть, конечно, национальный госпиталь, но туда лучше не попадать. Я один раз попал в национальный госпиталь, бабушка моего друга лежала там, там были проблемы со здоровьем. И в реанимационной палате тетка, ей стало что-то плохо, она стала задыхаться. Минут 15 в реанимационной палате искали кислород. Я думал, она просто пабрыгала. Здесь все платно. Если, например, с тобой что-то случается, не дай бог, ты попадаешь в больницу, тебе оказывают помощь, а потом попросят кредитную карточку. Если местный попадает в ту же самую больницу, он должен отдать деньги. После этого его возьмут в больницу. И если нет, до свидания. То есть, если, допустим, я без страховки, и мне стало плохо, я попал в больницу, то все. Если у меня нет денег, то все. До свидания. Скажи мне, город вроде как огромный, причем высоких зданий очень мало. В основном все 2-3, максимум 5-этажные здания. Я не заметил метро. Метро нет. Метро нет. Метро нет. 11-миллионный город, метро нет. Проект метро существует. Проект у метро уже 30 лет. Но сначала его не строили, потому что якобы был терроризм. Потом якобы сейсмозона. Ну, трясет и в Токио, трясет и в Сантьяго до Чили. Но там есть метро. Здесь метро нет. Вот. Ну, в принципе, ответ лежит на поверхности. Практически весь общественный транспорт, который катается по поверхности, находится в руках сильных мира всего. Поэтому есть люди, которым невыгодно, чтобы строилась метро. Хотя город задыхается он без метро. Ребята, видели? Вот 4 пакета. Мы с Юлей накупили нам веганской еды, каких-то батончиков, протеина, молока. Моренгу, да, еще? Ты говорил? Моринга. Моринга. Это какой-то местный женьшень. Очень полезный для обмена веществ. Индийская трава по своему составу очень сильно похожая на женьшень, по воздействию на организм. Короче. Потрясающее действие на обмен веществ. Мы ничего не забыли. Вон, идем, идем, да. Бай-бай. Это индийская трава, похожая на женьшень, верно? Скажу, по своему воздействию. Это не корень, женьшень это корень, а маринга это трава. И здесь ее тоже выращивают. И это потрясающая штука для здоровья. И сейчас мы отправляемся в Паракас. Город-герой Паракас. Это небольшой кишлачок на берегу моря, который находится на берегу, недалеко от острова Баэстос, на который мы поплывем завтра, чтобы смотреть котиков, чаек, крачек и пингвинов Гумбольдов. Друзья, это будет уже в следующем выпуске. Чтобы не пропустить, просто не пропускайте. Приходите и смотрите. А мы погнали в Паракас. Ничего себе, какая у тебя машина, дядя! Паракас, в Киеве. Как дела, мой парень? Паракас. А ты хорошо? Паракас. Что происходит? Куда ты? Ты из Украины? Из Украины. Из Украины? Господь Блэссу. Друзья, мы доехали за 3 часа в Паракас. Только что заселились в каком-то отеле. Здесь такая движуха. Сегодня празднуется День независимости в Перу. Немеренное количество людей в барах, в ресторанах. Я не знаю, чем еще будем заниматься, не так важно. Важно то, что я все-таки заканчиваю это видео. И хочу вам сказать, вы знаете, мы когда выезжали из Лимы, справа-слева было очень много, как мне казалось, трущоб. Так вот, Саша говорит, что это не трущобы, там живет средний класс. И на самом деле попозже уже в темноте мы увидели настоящие трущобы, но они уже где-то дальше, за окраиной Лимы. Дорога прошла хорошо. Короче, все классно. Заканчиваю видео. Напоминаю еще раз, TripMyDream это то место, где вы должны начинать свои путешествия. Мы вас не только вдохновляем, мы вам помогаем находить выгодные авиабилеты в любую точку мира. Все. Лайкос, если нравится. Дислайкос, если не нравится. Но это вряд ли, если бы вы досмотрели до этого момента и был бы у вас дизлайк. Пишите обязательно комментарии. Я все комментарии читаю. Стараюсь всем из вас по возможности отвечать. Это прямо точно будет сериал про Перу. Мне нравится снимать, мне нравится слушать. Сашу он так интересно рассказывает. Мы так много болтаем с ним о многом, когда путешествуем. Я говорю, Саш, подожди. Вот это вот я еще сейчас запишу, потом включу камеру, и ты обязательно расскажешь. Все. Всех обнимаю. Всем благодарен, что смотрите до конца. Все, друзья. Пока. Пока. Что это за место, где нам могут нагадить пеликаны на голову? Смотрите, мотель, вот такой котик. Апачки. Это место, где выращивают много винограда. Товарищи мои стоят вот компашкой, вся одетая, такие укутанные, а Андрею... Ребята, вы готовы увидеть настоящий Марс? Сейчас поедем. Юля уже говорит те слова, которые бы точно не хотел, чтобы наши точки повторяли. На говне была поднята экономика огромной страны. Каоса, это какое-то предалтийское, что ли? Ограбили белых и ограбили, то есть полиция ничего не будет делать, чтобы тут колоризм встать. Погнали! Субтитры создавал DimaTorzok